Дорогие друзья, сегодня хочу еще раз напомнить вам и показать, кем является Господь Бог. Что по всему Писанию Ветхого и Нового Завета, все Писание учит, что Господь Бог наш есть, Бог единый. Сегодня хочу показать вам на простых примерах, как в школе, как для детей. То есть для тех, кто до сих пор не понимает, кому Он поклоняется, хочу объяснить простым языком, как в песочнице. На песочных горшочках. Так вот, цитировать я буду Писание по памяти, так как вы люди, не первый день читающие Библию, вы поймете. Речь пойдет о том, почему я верю, что Господь Бог един. Во-первых, я верю, что так говорится в Писании. Или Бог один, или един. Краткий исторический факт. Такое учение, как Троица, Три Едины, Три Ипостаси, Три Личности и тому подобное, произошло только после 325 года. Это знают все христиане. До 325 года все христиане верили в единого Бога. Потому что такого понятия, как Три Единый Бог, не существовало вообще. То есть верующие того времени веровали в Иисуса, каялись, веровали, что Бог един, что Бог пришел в Иисусе Христе, что Дух Божий во всей полноте был явлен в Иисусе. Как и сказал Павел, это великое благочестие тайна. Такого понятия, как Три Едины, Троица и Три Личности, не было у первых ранних христиан до 325 года. И только лишь спустя все эти никийские постановления, там было постановлено, что Бог является трехличностным, что у Него три личности, три ипостаси и так далее. Ну что ж, приступим к делу. Давайте обратим внимание на рождение Иисуса Христа. Итак, эти стаканчики будут представлять сегодня стандартное представление, что существуют три личности, единые между собой. Это личность Отца, это личность Сына, это личность Духа Святого. Это традиционное понимание христиан, что Бог Сын, молился Богу Отцу, и что потом был послан Бог Дух Святой. То есть это Троица Богов, Троица Бога, и эти три личности, как утверждают традиционные христиане, эти все три личности между собой единодушны, единомысленны и равны, одинаковы. То есть, вот как эти горшки стандартные, да, они одинаковые, они по сути ничем не отличаются, кроме цвета своего. А так они абсолютно шаблонно, одинаково. Примерно так же говорят, что и Троица, она между собой равная, одинаковая, и по сути, ну, то есть нету из них большего, меньшего. Хотя в некоторых случаях потом говорят, ну, Сын Он на втором месте, Святой Дух как бы на третьем. Ну, в общем, получается целая путаница. Но сегодня с Божьей помощью мы эту путаницу постараемся просто распутать. Так вот, обратитесь в Евангелие. Там описывается в начале рождения Иисуса Христа. Говорится, что рождение Иисуса Христа было так, рожденное в ней от Святого Духа. Там говорится, что сила Всевышнего сойдет на тебя, и рождаемая Святой наречется Сыном Божьим, что означает, там, Эммануил, с нами Бог. То есть Иисус был Божьим Сыном, Эммануилом, Богом во плоти, другими словами. Так вот, говорится, что Иисус рожден от Святого Духа. Но далее в Евангелии мы видим, что Иисус говорит, Бог мой Отец, Отец Бог. То есть Он не говорит, Бог Дух Святой, Он говорит, Бог Отец мой Отец. Но Писание показывает, что Иисус рожден от Духа Святого. Также Писание показывает, что мы, как верующие, тоже рождены от Духа Святого. По этой причине у верующих получается путаница. Иногда в Евангелии говорится, что мы рождены от Бога, то есть от Отца. В других случаях мы видим, что мы рождены от Духа Святого. Также мы рождены от Слова, как говорится. А Словом является Христос. И так как интерпретация Божьих качеств является многоразличной в Писании, поэтому многие христиане уже просто запутались. И они уже запутались в терминологии, знаете, как вот есть такое выражение в миру, в трех сосенках, блуждая насмерть, замерзли. То есть заблудились в трех соснах. Заблуждались, заблудились, замерзли в оконцовке в трех соснах. Так вот, рождение Иисуса было от Святого Духа. Иисус говорит, Бог мой Отец. Но обратите внимание, что Иисус сказал, что Бог, Отец, который был в нем, Иисус говорит, Бог это Дух. Отец это Дух. Бог есть Дух. Но обратите внимание, что Отец, Он не просто какой-то Дух. Он Святой Дух. Поэтому Бог Отец и Бог Дух Святой не могут быть двумя личностями. И они не могут быть двумя Духами, едиными между собой. То есть нету двух Святых Духов. Но обратите внимание, что Отец это Дух. Вы же согласны, что Отец это Дух. Я задаю вопрос, Отец Он Святой Дух или не Святой Дух? То есть вполне разумно и здраво и по-библейски, что Отец Он Дух. И Он не просто какой-то Дух, Он Святой Дух. Поэтому Бог Отец и Бог Дух Святой это одна и та же Личность. Это не две Личности. Но это одна и та же Личность. Бог везде во всем Ветхом Завете говорит, Я Свят. То есть Бог Израиля, Он Святой. Говорится еще Святый Израилев. И Он Дух. Он Святый Дух. Он Святый или Святой Отец. Далее. Иисус был рожден от Святого Духа. Сам же Иисус говорит, что Он от Бога Отца ишел. Понятно, что у Него нету двух пап. У Иисуса один Отец. И Отец Иисуса это Святой Отец, который есть Святой Бог. Ну то есть Дух. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Теперь. Человек Иисус Христос был зачат от Духа Святого. И Иисус говорит следующее слово. Мой Отец во Мне пребывает, внутри Меня. Иисус говорит, Я и Отец одно. Видевший Меня, видит Отца. Во всем Писании Нового Завета Иисус Христос показывает, что в Нем была вся полнота Божества телесна. То есть все, что есть Бог, было в человеке Иисусе Христе. Это и делало Его Богом и человеком одновременно. По плоти Иисус стопроцентный человек. А по Духу, который был в Нем, в Его сосуде, в человеке Иисусе, по Духу Иисус стопроцентный Бог. Бог и Иисус это одно. Нету трех духов. Нету двух духов. Все Евангелие нас учит, говоря следующие слова о Боге. Такие слова. Святый, Сущий, Дух Святой, Дух Христов, Дух Утешитель, Дух Божий. Ну и так далее. Все это не разные духи. Нету трех духов, единых между собой. Нету двух духов, единых между собой. Есть один дух. И это Дух Божий. Поэтому Евангелие Иисуса Христа показывает нам просто многоразличные интерпретации одной и той же личности. К примеру, я человек, меня зовут Женя. Я душа, дух и тело. Я создан по образу и подобию Бога. Но вы ведь не видите перед собой три личности, единые между собой. Вы видите одну личность одного человека, который имеет три составные. Но при этом я абсолютно один человек, меня не три. Я не раздваиваюсь и не расстраиваюсь. Обратите внимание, что происходит с человеком, который напьется в миру. И бывает так, напьется, что у него в глазах троица. И вот когда человек испил вот этого учения католического, которое постановили в 325 году, то у этого человека один единый Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака, Иакова, всегда был один единый Бог. И когда человек из руки вот этой, так сказать, блудницы вавилонской, которая смешала в себе все религии, не только христианство, но и все подряд. Потому что католицизм изначально смешал в себе все подряд. И вот эту гремучую смесь начал выдавать за последнюю, так сказать, инстанцию истины Божьей. И вот когда верующие, в частности протестанты, напились вот этого вина из руки Вавилона, то что у них в глазах происходит, когда они смотрят на одного и единственного Бога Израиля? А происходит у них в их глазах вот что. Один и единственный, единый Бог Израиля у них становится вот таким. Но обратите внимание, сам Иисус сказал спасение от иудеев. Но никогда вы иудею не докажете, что Бог ихний это троица или двоица или еще какой-то. Бог евреев всегда был один Бог, одна личность. То есть вы не докажете еврею о спасении от иудеев. Истинный Бог открылся для Авраама. И через Авраама создал этот еврейский народ. Уж кто-кто, Авраам, Моисей и все остальные пророки, ну уж точно знают, что Бог у них один. Сегодня христиане говорят, ну евреи не имели откровения о Боге. Да ребята, евреи самые первые, кто имели откровения о Боге. Потому что именно через Авраама произошла эта нация. Именно Аврааму Бог сказал, от него произошел этот народ. С Моисеем говорил Бог, с пророками говорил Бог. Они и слова не говорили о триличностном Боге. Они всегда говорили о Боге в одном лице. Но сегодня вы смотрите в книгу, и у вас в глазах один единственный Бог троится. Троится просто-напросто. Потому что вы запутались в библейской терминологии. Просто-напросто. На первый взгляд, да, вам может показаться, что Бога больше, чем один. Что там три личности Бога. Но на самом деле тогда мы язычники. Мы тогда ничем не отличаемся от индусов и прочих верований. У нас один Бог, все Писание об этом говорит. И этот один единственный Бог, который есть Дух в Ветхом Завете, открывал себя в многоразличных образах. В образе облака, ангела, столпа огненного. В образе человека его видел Моисей. Между скал в расщелине. Это была спина как человека, образ. Но сам образ это не сам Бог. Бог это Дух. Говорится, Бога не видел никто никогда. Все пророки и ангелы, в том числе, видели только лишь образ Бога. Образ, видимое выражение. Но самого Бога нельзя видеть, потому что Бог, он можно сравнить как воздух. Вот воздух наполняет сейчас эту комнату, но я его не вижу. Я его не могу потрогать, но он точно тут есть. Откуда я знаю, я им дышу. Аминь. То же самое я знаю, что Дух Божий сейчас здесь есть. Но я его не вижу. Я его не чувствую. Но я точно знаю, что Дух Божий сейчас здесь. И он со мной. И не только со мной, он еще и во мне пребывает. И вот этот невидимый Дух открывал в видимых образах. Чтобы люди могли видеть его видимый образ. Чтобы Бог говорил через образ. Но сам Бог это не образ. Бог это Дух. Его говорится, небеса небес Бога не вмещают. Аминь. Поэтому он говорил в образе ангела. Из образа куста огненного. Из образа вихря с Иовом. Ну и так далее. Пророки его видели образ, восседающий на престоле. И недавно я говорил в одном из видео, почему иногда Бог говорит от себя во множественном лице. Хотя пророки видели одного сидящего на престоле, как Исайя. Но он говорит, мы, кто для нас пойдет. То есть во множественном числе. Это я уже пояснял почему. Так вот, Бог, который есть Дух. Был во всей своей полноте в личности человека Иисуса Христа. Который является Его образом. Не духовным, а человеческим образом Бога. Образом человеческим Его отражением. Говорится, что Иисус Христос есть образ невидимого Бога. Рожденный прежде всякой твари. Так вот, рожденный Иисус был не в вечности, иначе Иисус был бы творением. Понимаете? Он был рожден у Бога в мыслях, как первородный. То есть самое первое, о чем мыслил Бог, об Иисусе. Поэтому Иисус первородный. Он в центре Божьих мыслей. Иисус это центр Его мыслей. Иисус это Его собственный образ. Сейчас я говорю о земном служении. О человеке Иисусе Христе, рожденном через Деву Марию. Вот этот человек Иисус Христос, как его Евангелие называет, был земным образом невидимого духа. Аминь. Поэтому, когда вы придете в Небесное Царство, вы увидите Иисуса, который одновременно и Бог, и человек. Потому что Иисус и Отец полностью одно. Потому что Отец, который есть в Дух, Он пребывает полностью в Нем. И не только в Нем Он отражает себя и концентрирует. Он будет и во всех нас. Говорится, что Бог будет все во всем. Сегодня Бог в каждом из нас. Частица Бога, зачаток Духа, как говорится, во мне. Частица Духа внутри тебя, через крещение Духом Святым. То есть мы, как тело Христово, тоже имеем в себе частицу Его Духа. Но сам Он безграничный, безначальный. А Христос просто-напросто, это Его образ. Земной человеческий образ. Поэтому не существует никакого триединого Бога. Это католическая догма, которая родилась только в 325 году. До этого все верующие верили в единого Бога. Поэтому сегодня я вас призываю пересмотреть свое богословие и все-таки взглянуть, кому вы вообще поклоняетесь. Какому Богу? Богу католиков? Или все-таки Богу Авраама, Исаака и Иакова? Уж извините, но это те люди, которые, но однозначно больше теологов и богословов, имели понятие о том, кому поклонялись. Однажды Иисус сказал язычникам, самарянам, да, это смесь язычников с евреями. Вы, говорит, не знаете, кому кланяетесь, язычники, а мы, говорит, евреи, то есть, знаем, кому кланяемся, потому что спасение от иудеев. Так вот, они были иудеями, все пророки и патриархи, и они знали Бога своего. У них был один единственный истинный Бог, который во всем Ветхом Завете открывал себя как Яесым, как Царь Израиля и так далее. И когда пришел Иисус, кем Он был? Тем же самым Яесым, тем же Царем Израиля. Говорится, пришел к своим, и свои Его не приняли. Вот и все. Поэтому Бог Ветхого Завета, который есть Дух, открыл себя в Сыне Человеческом, в Его образе и примерял через Иисуса с Собою мир. Вот почему Иисус иногда так же говорит. Я отождествляю себя как Бога полностью. И в то же время Он говорит мы. Почему Иисус так говорил? Потому что Он был человеком. Потому что Бог, так сказать, во Христе Иисусе, ну если можно таким языком сказать, приобрел в себе человеческое естество. Поэтому иногда говорил человек Иисус, иногда говорил из него Дух Божий. Ну, возьмем пример. В храме, да? Иисус говорит такие слова, а точнее это был Дух Божий, Дух Отца в нем. Он говорит, разрушьте храм этот, и я воздвигну, то есть воскрешу его в третий день. Кто это говорил? Правильно, это говорил Бог, Отец в Иисусе, через Иисуса. И что Он сделал? Когда они разрушили этот храм, убили его, проткнули ему копьем Бог, Бог, говорится, и воскресил Иисуса на третий день, как Иисус и пророчествовал. Поэтому, друзья, Бог и Христос полностью одно. Христос это видимо-человеческий образ невидимого Бога. Они одно. Бог это Дух. И Иисус и Бог одно, они едины. Ну, думаю, мне удалось донести до вас эту мысль. Пересмотрите свое богословие. Поэтому Бог Он, друзья, един. Их нет трех Богов. Он один Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok